Вот еще момент, представляете, когда вы живете вот в таком месте, просто, не знаю, действительно райское какое-то место, вот почта. Ведь даже не ассоциируется с почтой, которая... Ну что такое почта у нас? Мне не додали, меня обидели там, прошу принять меры. Открываешь, 10 писем из прокуратуры, все отписки, ничего конкретного. Ага, прошу разобраться, прошу принять меры к не принявшим меры. Через неделю открываешь там уже 50 писем, смотришь, кому-то меры все-таки приняты. Прямо до души легче, думаешь, а, задавил одну гниду. Ну ладно, как говорится, можно одну, можно и всех. И все, а здесь, представляете, что бы хотелось получить вот в такой ящик? Не знаю, открытку на Рождество от людей, которые по-настоящему дороги, или на Пасху. Ну вот понимаете, что кому-то меры приняли, а еще к 100 человекам не приняли. И теперь надо принимать уже к 200 меры, потому что 100, которым надо было принять меры, и 100, которые, сволочи, не приняли меры. К ним тоже надо принять меры. Вот такая жизнь, она даже как-то не укладывается в голове, что она вообще такая бывает. Наша повседневность здесь, это сумасшедший дом. Вот, по крайней мере, вот идешь, смотришь, и когда вспоминаешь, чем мы живем, понимаешь, что мы из психушки приехали сюда. Причем такой буйный. Вышли из Барановичей, только что прошли Минск, ну как только что, уже, наверное, километров 100. То есть здесь, получается, ну, до 200 километров уже до границы остановились перекусить. Самое забавное, в магазин зашли в Барановичах, там конфеты есть, шоколадка, вот, Рошен. У нас-то это санкционная продукция. Тогда еще, когда в ту сторону ехали, в Барановичах брали конфеты, нормальные, кстати, конфеты Рошен. Знаете что, вот я эту шоколадку вижу когда, ну, или конфеты. Как-то все это осмысляешь, думаешь, о, у нас-то санкционно. Ну, и как раньше, когда в Европу ездил, подальше туда, дальше Германии, там хамон, то же самое у нас санкционный, сыр, сыры, кстати говоря, и в Польше есть. Не какая-то там сырный продукт, а именно сыры. Как-то вот все на это смотришь, ну, вроде бы, действительно, обычные вещи. Шоколадка, конфеты, ну, более чем обычные вещи детские какие-то. И понимаешь, ну, это и так понятно, но здесь как-то вот воочию понимаешь, что живешь в России в сумасшедшем доме. Там какая-то дальнобойная ракета, которая нахер облетает пять раз в планету и потом точно попадает, и никто ее не собьет. Люди в жопе, нищие живут. Ну, вот ракету изобрели, которую там не собьешь, не поймаешь. Она там зигзагами летает. Вот, это мы танками раздавим, там, или тракторами, какой-нибудь сыр или хамон. При том, что действительно страна голодная большей частью. Ту, шоколадка, рашен, елки-палки, под санкцию отомстим, покараем. И когда сюда приезжаешь, ну, просто даже, вот, Республика Беларусь, ну, это же далеко не Германия, в принципе, это бывший совок. А здесь люди спокойно живут. Ну, шоколадка, ну, елкарный бабай, что такого? То есть никто никому не мстит, никто никого убить не хочет, зарезать, задушить там каким-то сверхновым оружием. И ты понимаешь, что действительно живешь в сумасшедшем доме. И понимаешь, насколько он сумасшедший. И особенно если брать Москву еще, ладно, там хотя бы люди не голодные. Но взять периферию и вот эти вот трактора, которые давят там хамон с какими-то шоколадками и с теми же яблоками, которые были чемпион, из Польши шли, теперь идут через Беларусь и стали не чемпионом, а победителем называться. Но те же самые яблоки. То есть действительно, видя конфетку, вот маленькую конфетку, ты вдруг понимаешь, что ты живешь в сумасшедшем доме. Причем в палате для буйно помешанных.